что же добрый день дорогие друзья уважаемые коллеги мы начинаем нашу наш вебинар нашу встречу как положено в 12 часов и в самом начале мне хотелось бы проверить связь хорошо ли видно слышно поставьте пожалуйста плюсики в чат отлично спасибо спасибо евгении юрьевну все в порядке со связью перед тем как мы перейдем непосредственно теме нашей сегодняшней встречи мне хотелось бы проанонсировать несколько мероприятий директ академии ну во первых самом начале чата по традиции представлены четыре ссылки если прокрутите ленту назад поднимитесь наверх чата вы увидите четыре ссылки которые ведут на различные полезные ресурсы портал директ академии первая ссылка это расписание наших вебинаров на текущий год по второй ссылке можно перейти на канал на битве и запись этого вебинара также в скором времени появится на этом канале и там же представлены все видеозаписи всех вебинаров которые проходили на портале директ академии третья ссылка будет полезна тем кто интересуется онлайн обучением по ней можно найти интересующие онлайн курсы по интересующей вас тематике и и четвертая ссылка ведет на страницу приобретения сертификатов которые все участники сегодняшнего вебинара могут получить сразу по завершении нашего вебинара информацию о сертификатах в конце вебинара не будут сформированы и выданы и информацию об этом я также размещу в чате и еще хотелось бы проанонсировать наши ближайшие мероприятия это три ближайших вебинара завтра в пятницу 24 января павел юрьевич калиников проведет вебинар эксклюзивная тематическая коллекция теологии университетской библиотеки онлайн понедельник новую вебинарную неделю мы начнем с встречи с марией зябликовой старшим специалистом по работе с образовательными организациями компании мувави и она выступит с вебинаром видео приложения мувави для образования и во вторник ольга кондратьева врач-психиатр клинический психолог арт-терапевт проведет встречу по теме аутизма современные подходы к диагностике и перспективы развития ребенка это те ближайшие мероприятия которые нас ожидают в течение этой и начала следующей недели ну а теперь коллеги мне хотелось бы представить нашего сегодняшнего выступающего ведущего вебинара николая павловича пульком который расскажет нам о мультстудиях и их применении при работе с детьми с овз и так павел николай павлович добрый день я разработчик оборудования для мультстудии который мы создавали в реабилитационном центре изначально для детей с овз меня зовут николай павлович фамилия пунько изобретатель так как то там у нас мультипликатор детский поэт изобретатель патентовед ну еще извините инвалид второй группы вот так уж случилось но с одной стороны это минусы с другой стороны плюсы потому что мне легче понимать как дети дети с вазы могут проявлять свои способности принципе я сам такой мы работаем в команде с ольга владимировна доноевской это детский коррекционный психолог я еще учитель информатики методист инструктор информатизации образования ольга владимировна детский коррекционный психолог педагог психолог она меня пригласила в реабилитационный центр и обозначила проблему проблема в мотивации к обучению детей с овз если допустим малышей она как-то там через мелкую моторику и тактильно передачи тактильной информации на как-то там поднимала дальше нужно было передавать детей более взрослых кому как решили создать мультстудию при детском реабилитационном центре но выяснилось что оборудования нет и не будет финансирования тоже нет и не будет нужно было создавать все с нуля нужно было думать как как создать оборудование проект должен был интегрироваться с образовательными процессами сочетать цифровые и не цифровые навыки в обучении выдавать конечный цифровой продукт но интегрироваться в различные образовательные процессы естественно решать все современные задачи ставили задачи такую на вырост что у нас получилось в итоге в итоге у нас составили план и получилось так что сделать сначала один мой станок 2 3 10 ну как разработали в итоге пошел не знаю наверно уже 50 модель такая шпаргалочка для учителя информатики в виде такой полочки если кто-то видел этот мой станок то при его виде говорит а это же photoshop только его можно потрогать руками вот самая ключевая тут фраза его можно потрогать руками то есть если мне давалось там порядка 30 часов для того чтобы объяснить детям как работает все компьютерные программы в итоге у меня этого времени не хватало но после того как я запустил этот станок мне стало достаточно извините 3 минут чтобы объяснить как работает все компьютерные программы то есть как они работают в слоях все компьютерные программы работают фактически слоях ну может быть за исключением блокнота так было написано программы методичка кстати методичка вышла случайно получилось так что на форуме айти в образовании мы выступили и вдруг ни с того ни с сего нам предложили напечатать книжку это это был это был журнал педагогический для детских садов и начальных школ получилось внезапно вышла книжечка 25 в семнадцатом году у нас было создана конце года вышла книжек и из было создано несколько мультстудии в семнадцатом году уже было не создана несколько десятка мы студии в девятнадцатом несколько сотен 20 городов я думаю пройдем дальше может быть даже будет не несколько тысяч мы прошли акселератор и там посчитали что потребность по россии где-то порядка 50 тысяч всего в год от 50 до 100 тысяч в год можно создавать около 5000 принципе сейчас разработано допустим если на этом станке можно создавать несколько видов мультипликации порядка пяти это и бумажная перекладка это пластилиновая перекладка это песочная мультипликация это комбинированной мультипликации теневая мультипликация то нового оборудования там уже 7 видов если кто-то захочет посмотреть у нас получается 25 числа в час дня библиотеки кстати с библиотеками мы очень хорошо работаем библиотеки пройдет мастер-класс по созданию детской мультипликации где-то там группе я уже выложил ссылочку на это мероприятие она анонсируется на уровне управа района кстати тоже управа нам предоставила буквально недавно помещение сейчас мы там делаем ремонт и скорее всего что у нас уже будет и в библиотеке студия музея детской мультипликации почему студия музея потому что эта форма очень хорошо сочетается с детским детской студии мультипликации и там же можно и показать в принципе можно можно привести детей показать что они они могут будущем делать и тут же можно провести мастер-класс и провести занятия можно показать как это все будет выглядеть так ну вот наша команда коррекционный психолог и учитель информатики вот часто нас приглашают на форумы то есть разработана оборудование можно показать цифровой продукт приглашают на различные формы выиграем всякие там грамотки получаем в значки с нашими персонажами все в динамике результаты очень даже хорошие потому что принципе треть треть мультстудии которые вот сейчас создаются они создаются при реабилитационных центрах и с прицелом на детей с ввз потому что технологии очень просты для детей особенно перекладки если допустим кукольная мультипликация у нас извините там сила тяжести гравитация нужно все это участвовать то перекладки гравитации нет вам можно делать все что угодно изображать космос полеты птиц физические и химические явления природные все это можно использовать на уроках и в начальной школе и в детском саду и даже извините в институтах у нас даже один профессор решил увлечь так сказать своих студентов с помощью мультипликации разнообразить свои лекции так вот я пытаюсь тут зайти в чат что-то у меня такой мелкий и мало мало видно так психиатр так если будут вопросы попозже я думаю у них озвучит так следующая презентация у нас открываем итак я упомянул о студии музеев детской мультипликации студия музей фактически она вписывается в любую так сказать и тему и под любое министерство можно его подстроить это и и министерство культуры это извините можно получить помощь и от министерства здравоохранения потому что дети с уозы а кстати недавно мы целую неделю отработали на выставке здоровая москва мы демонстрировали как с помощью детской мультипликации можно очень просто добиться реабилитации детей но сейчас уже ни для кого не секрет что многие болезни помолодели до такой степени что уже дети ну извините под после инсультники восстанавливает вот и мелкую моторику когнитивные функции с помощью мультипликации ну мультипликация не сама мультипликация а вот все таки мультипликация рассматривается как инструмент мотивирующий детей к созданию героев там фонов и дети для того чтобы допустим участвовать в создании мультфильма готовы часами наговаривать исправлять свои дефекты речи часами наговаривать текст лепить рисовать все это так сказать в интеграции идет и дети стараются ну все таки очень очень стараются ради участия в создании мультфильма стараются осваивать то что обычно в обычной практике у них не получается ну ну не заставишь ребенка столько извините читать текст в домашнем задании или на уроке как вот в такой вот игровой форме ну фактически это даже не игровая форма это ну я бы сказал что это все таки люди стараются дети стараются подражать или участвовать во взрослой жизни причем они во многом в своих стараниях обходят взрослых вот по поводу цифровизации образования я вот обучал педагогов особенно там в деревне за 50 лет которым даже заслуженные перезаслуженные но у детей все это гораздо быстрее получается они ухватывают они мозг у них более такой свободный и они ухватывают цифровые технологии на лету и для того чтобы допустим обучать педагогов мне было проще подключать учеников объяснять ученикам там допустим 10-12 лет и потом они уже показывали своим классным руководителям обычно так поработали так возвращаемся к мультипликации мультстудии здесь у нас работа идет в комплексе цели самое интересное что цели и задачи студии мультипликации и музея они очень близки и можно их сочетать и там и там идет как универсальный инструмент то что современные так все эти презентации вы потом можете скачать я не буду особо останавливаться на них наверное все таки посмотрим какие у вас вопросы педагогические технологии при изучении любого предмета но я уже говорил что это и творческий продукт это компетенции 21 века это развитие различных видов творческой деятельности использование различных материалов и технологий развитие моторики мышления речи внимание все это здесь есть нужно просто дать дать детям все это испробовать они втянутся и роль педагога здесь в принципе даже не важно это библиотекарь это начальная школа это дошкольное образование или даже старшие классы кстати по поводу старших классов что дает мы мы со своей мультипликацией сейчас сделали чемпионат по детской мультипликации и этот чемпионат вошел в перечень олимпиад и творческих конкурсов направленных на развитие интеллектуальных и технических способностей то есть дети уже старшие могут получить баллы к ЕГЭ это очень серьезно в принципе тот и младший портфолио дети получают баллы к ЕГЭ педагоги извините зарплате прибавочку так дальше идем что он еще так то что универсальный инструмент это я уже сказал все это работает в принципе 300 мультстудий можно какой-то уже анализ проводить 4К управление проектами и процессами мультипликация инструмент все про инструмент то есть мультипликация у нас не ну как мы рассматриваем не как конечную цель развитие мультипликации обучать чтобы у нас были все мультипликаторы а мультипликация это просто мотиватор это инструмент причем очень хороший так я тут галопом по Европам пробежался давайте посмотрим вопросы есть нет так аутизм по поводу так я наверное все таки переведу на большой экран я не вижу чата так что если я тут немножко с так давайте мы посмотрим так так вопросы 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 так вебинар эксклюзивная тематическая коллекция технология ага да это будет так так вопрос пока нету да я так понимаю так во вкладке вопросы так мультипликация может использоваться с детьми ДЦП да у нас даже и взрослые дети ДЦП участвуют там кстати я даже покажу самые простые самое простое что у нас есть педагогам реабилитационных центров кстати так там есть очень простое задание про торт я наверное уже в конце может быть дам эту эту ссылочку так сейчас одну секунду там очень простые так форум вот торт давайте зайдем посмотрим вот очень простые задания есть так это общее давайте мы общее зададим раз вот посмотрите посмотрите по ссылке какое очень простое задание это мы сделали на обилимпикс именно вот для таких ДЦПшек дети могли буквально там кстати и аутисты были и ДЦПшки но это для таких уже для очень проблемных по поводу того что вот ДЦП и аутисты у нас мы участвовали в российско-германском проекте и делали мультфильм вот как раз вы его наверное вы видели на анонсе мультфильм на немецком языке с немецкой озвучкой так там был ребенок аутист сначала он был мешал всем такой неадекват а потом когда вписался учитывая то что у него там родители были известные дизайнеры в принципе они и сейчас есть его там терпели терпели а потом он понял что от него хотят и буквально показал класс класс на 3дмаксе как он в 3дмаксе фактически все проекции он сначала сделал в 3дмаксе потом их отрисовывали на компьютере дополнительно уже от руки и он отрисовал там всех героев конечная отрисовка это была его то есть ребенок там 10 12 лет маленький автор сценария он его как раз перерисовал копия этого ребенка у нас главного сценариста вошла в мультфильм а родители родители он нарисовал своих то есть когда пришли его родители у всех челюсти отвисли ну точность была идеальная и еще он написал музыку мультфильму то есть вот вроде бы сначала он мешал всем не давал возможности там писать сценарии работать над раскадровкой а потом когда он понял что от него хотят фактически он стал паровозиком в общем главный подход еще есть давайте я скину еще в нашем так что это еще дает давайте скинем мультфильм воспитателям детских садов что могут сделать дети дополнительно вот я в чат сбрасываю еще ссылочку вот воспитатели детских садов могут воспитатели так детских садов могут в круглом мне же поиграться с детьми вот сделать такой вот мультик прогноз миков учителя начальной школы ну могут поиграться с азбукой могут поиграться с с математикой с ну вот или с дробями допустим так учителя средней школы вот что они там давайте все таки вот можем выбрать дети и безопасность в интернете очень такая злободневная тема то у нас дети все делали это педагогам реабилитационных центров ну вот интересно будет вот такая тема как у нас был мультфильм про защиту амурских тигров вот защиту вот что детей что там тигров чего-то защищать очень любят эту тему дети они сами иногда бывают беззащитными кстати по поводу реабилитации очень хорошо работает реабилитация когда у нас дети с ОВЗ ну один ребенок допустим среди десяти это кстати у нас уже не первый раз получается то есть получается что девять детей тянут ребенка одного с ОВЗ если пропорция будет наоборот девять с ОВЗ а один ребенок там будем говорить норма ну тогда ничего не получится даже если два ребенка в группе будут с ОВЗ то тогда уже нужно дополнительно извините воспитатели нужны психологи то есть один педагог мультипликатор он не может оставаться с детьми с ОВЗ наедине обязательно один или два педагога в зависимости от количества там детей должно быть на площадке мультипликатор занимается технологией а вот для того чтобы уже дети там чего-нибудь не разбили чего-нибудь не сделали или допустим не подрались из-за очереди съемки вот тут нужны уже воспитатели и специалисты так мы уже переходим технологиям съемки обычно у нас получается так что мы не можем каждому ребенку предоставить отдельный мультистанок мы берем один мультистанок или два и распределяем детей каким образом допустим двенадцать детей у нас группе мы распределяем по три или по четыре человека в группе и каждая группа работает на отдельной сцене то есть создает героев он и потом когда все это создает там декорация эта группа подходит к станку три-четыре человека один у нас оператор и трое или двое мультипликатором почему так оператор всегда смотрит должен наблюдать сколько там в общем чтобы не было рук в кадре чтобы не было брака настраивает камеру настраивает сцену а каждый мультипликатор отвечает за своего персонажа героя то есть фон у нас ложится на нижний слой а персонажи которые в динамике они ложатся на верхний слой и каждый ребенок отвечает за свое персонажа вот смотрите как это у нас было на чемпионате ну на чемпионате у нас дети были так по два человека в группе обычно вот обычно один более продвинутый компьютерных технологий другой более такой рукастый но в принципе они все тут подготовленные дети по два человека на на команды то есть приезжали один педагог и два ребенка в группе от десяти до тринадцати и от тринадцати до четырнадцати вот это как раз первый открытый чемпионат но обычно педагоги там не помогали детям они были у нас за столом в качестве экспертов а дети там первый день они создавали сценарий раскадровку показывали нам за это получали баллы на следующий день они делали персонажи и декорации на третьей съемкой монтаж ну и демонстрации мультфильма и все это они делали сами вот в различных технологиях мы им предоставляли только стонки и материалы дальше они уже делали да и тему одну вообще на всех и дальше они уже к этой к своей свою тему они раскрывали своими способами как они хотели в этом уже никакого ограничения нет по творчеству ну вот тоже первый канал нас отвлекал так ну то что готовое решение это уже так вот подходим артик профориентации это подходит ко всем детям и с ОВЗ и не с ОВЗ ну тут уже единственное что по развитию это уже специалист должен смотреть вот у нас Ольга Владимировна этим занимается то есть арт ориентации у нас идет с 6 лет с 8 лет уже профориентации с 10 право на участие в чемпионате это очень хорошо стимулирует детей вы даже не представляете себе право на получение первого разряда статус младший помощник получение второго разряда статус старший помощник и с 14 лет у нас идет уже право на участие в чемпионате в номинации старшая группа и получение уже третьего профессионального разряда и возможность набор своих групп то есть с 14 лет у нас дети уже могут зарабатывать себе на хлеб насущные то есть потратив допустим 2-3 часа в неделю 20-40 тысяч ребенок может заработать извините такого же так с 16 лет право на 4 профессиональный разряд 5 и статус мастер почему это все так у нас распределено дело в том что с 6 до 12 лет у нас ну где-то там кто-то говорит 14 лет 13 у нас детская непосредственная креативность вот в этом возрасте вот чтобы дальше мы получили творческих людей которые что-то могут делать нам необходимо подхватывать детей с ОВЗ не с ОВЗ нужно их подхватывать самый лучший способ это чтобы они ну сочетали и развитие цифровое и арт если дети маленькие у нас с помощью мелкой моторики ну для того чтобы развивать мелкую моторику они лепят и рисуют ручками то уже старшие там допустим 14 они уже могут переходить на компьютерную графику и фоны допустим декорации рисовать допустим фотошопе короле 3д макси много программ есть если там фоны или допустим персонажи лепились из пластилина то уже более старшие могут уже с помощью того же 3д макси или других программ печатать это уже на 3д принтере все очень довольно таки интересно то есть у нас идет повышение квалификации уже если мы изначально допустим с 6 до 12 у нас развитие подхватываем нашу креативность детскую непосредственно то старшие уже работают на интеллект в принципе они получают где-то порядка 6-8 профессий кстати в той же Германии где мы там были нам говорили что если ребенок вернее даже не ребенок а если претендент на какую-то работу креативную пишет в своем резюме что в детстве он участвовал в каких-то студиях особенно в сочетании цифровой и арт то его берут тут же почему потому что знает что он уже креативен он уже знает несколько профессий то есть ему не нужно допустим подбирать еще бригаду целую помощника если нужно то он сам себе подберет естественно что таких людей там ценят надеюсь что и у нас тоже так вот запомните эту вообще-то как это называется пирамидку не пирамидку но эту графику таким в таком ключе мы можем работать очень хорошо эффективно так ну приглашаем сотрудничество так смотрите презентации вы можете скачать так давайте на вопросы может быть там что-то есть по вопросам а видео ну видео тут честно говоря они тяжеленькие лучше по ссылкам сходить так посмотри сейчас по вопросам что у нас так будет ли запись вебинара да так 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 вопрос еще так пока вопросов нету давайте мы посмотрим видео то что мы загрузили а тут еще есть презентация оборудования то что мультстудии давайте откроем вот тоже это довольно таки мелко вы можете это скачать себе потом отдать в вашем так сказать на местах если кто-то там в реабилитационном центре занимается отдать людям администрации пусть они почитают пусть поймут как как это серьезно и потом уже можно связываться с нами давайте мы посмотрим мультик тут виды мультипликации так мульттехник так ну не хочет воспроизводиться мы его заставим так и так и так и так и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Новый год в лесу гномов Гномы к празднику готовы! Дом украшен, стол накрыт, чудо музыка звучит Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кисточку достал Олежка Золотом покрыл орешки А Захар в коробках ярких К елочке кладет подарки Новый год в лесу гномов Гномы к празднику готовы! Дом украшен, стол накрыт, Все до музыка звучит! Сияет ярко небосвод И Дед Мороз несет подарки И все сверкает и поет Под Новый год, под Новый год Разгонит тучи ветерок И щиплет нос мороз колючи Нам праздник счастье принесет Под Новый год, под Новый год Как можно спать в такую ночь? Ведь сказка в двери постучится Ты сердце радости открой И не грусти и песни пой! Все улыбаются вокруг И ночью спать никто не будет И все сверкает и поет Под Новый год, под Новый год Разгонит тучи ветерок И щиплет нос мороз колючи Нам праздник счастье принесет Под Новый год, под Новый год Ну вот у нас Такие вот мультики получаются Так, сейчас читаю вопросы А кто был автором мультфильма 2018 года «Наш общий мир»? Это был грант от Германии? Да, так получилось, что мы подавали грант в России и в Германии В Германии нас поддержали И мы как раз ездили в Берлин Авторы это были дети Причем получилось так, что дети голосовали за сценарий Там было несколько сценариев Потом осталось два Значит, несколько идей Потом остался один сценарий И сценарий выиграл как раз самого маленького нашего участника Это был, так сказать, ребенок, который говорил и по-немецки, и по-русски 12-летний ребенок Так Делали мультфильм дети Наша задача была просто помочь им Ну, технологически объяснить, как, чего Предоставить оборудование Так У вас нет пока онлайн-курса для учителей Как создавать мультфильмы, рисованные перекладкой или пластилиновые Вы знаете, у нас есть такой курс Давайте, наверное, все-таки Так, я оставлю, наверное, электронную почту И вы напишите еще там что-то Напишите мне И я уже вам перешлю Так Вот, электронная почта Чтоб не делать лишней рекламы Или все-таки сделать ссылку на курс У нас есть курс Для ведущих мультстудий За прошлый год мы подготовили около 300 Даже больше Педагогов Для своих мультстудий В этом году, я думаю, будет больше Потому что мы уже сами Ну, во-первых, город пошел нам навстречу Не только город Предоставили нам помещение одно Вот сейчас там мы делаем ремонтик И будем так Так Еще получать лицензию И сами уже выдавать сертификаты То есть у нас уже есть Организация Называется Автономная некоммерческая организация Там что-то дополнительное Образование Так В общем Будем работать И в этой области Так, следующий вопрос А у вас издана книга ваших стихов Я их читала И хотела бы иметь издание как книга Ну, знаете, у нас на сайте есть это Есть книжка Одна Ну, в принципе Там было издано две Но мы их используем как Ну, как сказать Не то, что методички Вот первая используется в качестве раскадровки Там двустрочная азбука в стихах А вторая Мы в интернете собрали денежки И Она используется как раскадровка для четырехстрочной Вот и для более маленьких детей Там же и дидактические игры Ну, вы мне напишите письмо Там электронный адрес я оставил И я вам скину там ссылку, чтобы Ну, извините Не засорять чат Так Так Под Новый год смотрели мультик Да, очень интересно Хорошо Так Ну, мультик, честно говоря Так, очень хороший курс Замечательно Людмила Васильевна Очень приятно вас видеть В чате Так Ну, я вроде бы как Подхожу так к финалу Вопросы Обычно я прошу, чтобы мне задавали массу вопросов Потому что Вопросы Вопросы Они Нужны Всегда Есть Ну, смотрите Ну, смотрите Если Вопросы Будут возникать Потом То еще раз Могу скинуть Еще раз скидываю Электронную почту Так Так До ссылку Так Ссылку Сейчас Так 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 Секрет Так, у нас еще книга есть Секреты детской мультипликации Сейчас Ссылочку Скину Как раз Можно будет По этой книжке Научиться Перекладочки Вот она И так Ну, давайте еще Вот Как раз Есть еще ссылка О нас Ссылки на Facebook 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 Вконтакте И YouTube И вот Там еще На сайте У нас Сайта Где там Все-таки Мультазбука А вот Вот у нас Мультазбука Сейчас Скину На книжку Можно ее взять В принципе Мы пользуемся очень хорошо Ну Мультазбука Хорошо Используется В дошколке Мы Кстати Библиотеками Собираемся Сейчас запускать Конкурс Буктрейлеров Вот Пример Каким может быть Буктрейлер Я сейчас вам Скину ссылочку Так Воспитателем Новый год Библиотекарем Вот Вот Конкурс Буктрейлеров Мы собираемся Сейчас запускать Если хотите Можете В нем поучаствовать То есть Мы рассказываем Как библиотеки Сделать Буктрейлер Очень просто Очень быстро Буквально Вот мы с детьми Сделали мастер-класс Ну тогда еще Когда у нас И оборудования Такого не было Вот Кстати Посмотрите Разницу Какие мы сейчас Делаем мультики Какие вот Буквально еще Пару лет тому назад Два Или три года Тому назад Мы делали То есть Мы фактически Буквально Пару лет Как Вот С конца семнадцатого года И вот так Стартанули Так Хотелось бы Вопросы Так Вопросы Еще раз Вопросы Ага Так 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 Есть вопрос Подскажите Как лучше снять огонек свет Ну Огонек Можно сделать из трех кадров Я даже делал из двух Все очень просто Вы делаете Ну допустим Если это свеча Да Если это свеча горит То сначала Вот я вам покажу Да Вот он Вот сначала вправо Да Потом по центру Потом влево Вот из трех кадров Можно сделать Такое вот Пламя Свечи Зациклить И она у вас будет гореть Хоть всю вечность Ну Обычно это допустим Или Огонь там Вот кстати Новый год У гномов Мы как раз там И используем Вот такой эффект В этом В камине То есть у нас в камине не горит Он необычный огонь А мы просто туда вот Так Три кадра зацикливаем Вставляем И все И получается вот такой вот Огонь Так Работаю с детьми ОВЗ Сейчас лагеря нет Только реабилитация Лагеря нет Только Ну да В принципе Можно постоянно Но ты больше У нас Ольга Владимировна Как коррекционный психолог Она больше Знает Все эти тонкости Так сказать Мое дело Техника Я создаю Оборудование Так чтобы это было Удобно Чтобы Дети Могли даже С одним пальцем Делать Мультик Вот Желательно конечно Еще с Ольгой В принципе Она должна была вести Она постоянно В командироке Сейчас кстати На Санкт-Петербурге Так Загорается огонек От него расходится свет И произведет преображение Шар в руках Превращается в планету Ну да Это тоже можно сделать Тоже вот Огонек Потом Делаем переход Ну это все Желательно На мастер-классе Показывать В принципе Здесь ничего Ничего сложного Здесь нет О Спасибо Так Ольга Юрьевна Спасибо Кстати у вас Очень хорошая студия Так Ну наверное Я буду передавать Слово Ведущим Как у нас там Татьяна Викторовна Так Я на все вопросы Ответил Коллеги Ну вроде бы Да 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 Вопросы Вопросы Вроде Все Из вкладки Из общего чата Ага Поэтому да Все Все вопросы Были отвечены Большое спасибо Николай Павлович За сегодняшние Прекрасные мультики И такой экскурс В мир мультшколы Ну что ж Уважаемые коллеги Наша Наша Сегодняшняя встреча Подходит к концу Поэтому мы На две минуты Чуть пораньше Но заканчиваем Нашу Сегодняшнюю встречу Еще раз Хочу поблагодарить Нашего Ведущего За Прекрасный Вебинар И Хочу поблагодарить Всех наших Участников За активную работу За вопросы в чате И за Искренний Интерес К данной Теме Всем спасибо Всем хорошего дня И до Следующих встреч На наших Вебинарах Директ Академии Все Всем Всего До свидания Продолжение следует...